Салем Жолдас, ты на канале Красная Юрта. В прошлых наших видео мы разбирали, что такое творческая интеллигенция и в чем заключается ее роль в классовом обществе. А именно, она занимается формированием духовного облика человека. Но есть и другая интеллигенция, которая задействована непосредственно в материальном развитии человечества. Это ученые, инженера, изобретатели, врачи. Все те, кто создает и меняет наш мир силой своих знаний. Вот о них сейчас и пойдет речь. Бастаймус. Начнем, пожалуй, со средних веков. Да-да, мы, как обычно, зайдем издалека. Ну, нравится нам рассматривать любые явления в динамике. Итак, на современной территории Казахстана уже были такие тюркские ученые, как Абон Асар Аль-Фараби, известный как второй учитель человечества. Прозванный так за переводы и толкования трудов Платона и Аристотеля. Философ Хожа Ахмед Ясауи, человек и мавзолей. Историки Мухаммад Хайдар Дулати и Хадар Гали Жалаири. Первый писал о Кашгаре и Магулистане. Второй же автор летописи о событиях Средней Азии до 15 века. В дальнейшем, в 18-19 веках, изучение казахского края происходило за счет экспедиции российских и европейских ученых. Так, в Российской Академии Наук в 1733 году была организована экспедиция для изучения географии, геологии и этнографии степного края. В ней участвовали такие ученые, как Степан Крашенников, Самуил Гмелин, Иван Лепехин и другие. В 1768-74 года Российская Академия Наук под руководством известного немецкого ученого Петра Паласа провела экспедицию в районах Поволжья, Прикоспийской низменности, Урала, Западной Сибири, Алтая, Байкала и Забайкали. Целью экспедиции было исследовать свойства вод, почв, способы обработки земли, состояние земледелия, распространенные болезни людей и животных, и изыскать средства к их лечению и предупреждению. Исследовать пчеловодство, шелководство, скотоводство, особенно овцеводство. Затем обратить внимание на минеральные богатства и минеральные воды, на искусство, ремесла, промыслы каждой провинции, на растения, животных, на формы и внутренность гор, и, наконец, на все отрасли естественной истории, заняться географическими и метеорологическими наблюдениями, астрономически определить положение главных местностей и собрать все, касающееся нравов, обычаев, верований, преданий, памятников и разных древностей. Петр Симон Палас. Журнал «Вокруг света». Короче, конкретно так взялись за исследования нашего региона. В 19 веке Петр Петрович Семенов впервые составил карту высотной зональности Тиньшани. Исследователь настолько был влюблен в наши горы, что взял себе их фамилию. Платон Мелиоранский, Василий Радлов, Василий Бартольт занимались изучением тюркских языков, этнографии и истории. А этот Агашко, Абубакир Ахмеджанович Диваев, записал матершины и пошлые фразы жителей Средней Азии. Также фундаментальный вклад в изучение истории казахов внес Алексей Левшин с книгой «Описание киргизской садских орд и степей». Наверное, каждому живущему в Казахстане известен Шокан Валиханов, первый ученый казахского происхождения. Будучи сыном султана, само собой он имел доступ к качественному образованию. Чем и воспользовался? Его мечта о путешествиях осуществилась в 1856 году, когда он в составе экспедиции Хаминтовского отправился на Иссыкуль. Во время этой поездки он изучал флору и фауну семеречия Иссыкуля, собрал орнитологическую и этномологическую коллекции, составил гербарий, принял участие в топографических съемках региона. Им впервые с научной точки зрения было обращено внимание на следы древней городской культуры на озере Иссыкуль, остатки древних оросительных систем, памятники архитектуры, эпиграфики и каменные изваяния. Он беседовал со знатоками кыргызской старины, слушал песни и рассказы кыргызов Арчи, записывал народные легенды, исторические и генеалогические предания, сказки и эпические поэмы народа, например, эпос «Манас». Но, к сожалению, из-за славного здоровья жизнь Шуканова-Алиханова оказалась короткой. И, как писал воздоковер-академик Веселовский, за неполные 30 лет он сделал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь. Не менее, а для простого народа даже более значимой фигурой является Брайл Танцарин, пионер казахской педагогики. Он автор первых казахских учебников «Казахская хрестоматия» и начальное руководство к обучению казахов русскому языку. В 1860 году под его руководством в городе Тургай открывается школа для казахских детей. В 1864 открывает первую народную школу, а в 1883 школу для учителей. Алтанцарин занимается переводами на казахский книг Льва Толстого и Басин Крылова. На рубеже 19-20 веков, благодаря деятельности таких состоятельных энтузиастов, как и Брайл Танцарин и Абай Кунанбаев, в Казахстане появляется местная, немногочисленная интеллигенция. Например, этнограф Алихан Букиханов или лингвист, автор казахского алфавита на основе арабских букв Ахмед Байтурсынов. Кстати, это ему, когда он вступил в коммунистическую партию, советская власть поручила перевести казахский алфавит на латиницу. До того, как это стало мейнстримом. Наука неотрывно связана с экономикой. Для осуществления научных исследований необходимы значительные материальные средства и образованные рабочие. Для создания новых технологий нужна промышленность и разработка природных ресурсов. А вот цели у науки при разных экономических формациях разные. При капитализме на первом месте стоит прибыль. А при социализме целью является повышение уровня жизни трудящихся. Например, за счет повышения качества и доступности медицины или улучшения инфраструктуры. Но так как хозяйство в Казахстане начала 20 века было представлено полукочевым и кочевым скотоводством, а промышленные предприятия практически отсутствовали, то неразвитость науки выглядит вполне закономерно. Большинство казахских детей имели возможность учиться только в аульных медресе. По данным переписи населения 1897 года, доля грамотных во всей Средней Азии составляла всего 5-6%. Но вот в 1917 году в результате забастовки рабочих в Петрограде происходит февральская буржуазная революция. Под давлением Госдумы либералы свергают царя. Но уже в октябре происходит великая социалистическая революция, когда советы рабочих и крестьян свергают временное правительство, помещиков и капиталистов. Но они, не желая сдаваться, развязывают гражданскую войну, заручившись поддержкой 14 зарубежных стран-интервентов. Уже в декабре 1919 года советская власть принимает декрет о ликвидации безграмотности. Согласно ему, все население советского государства в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать и писать, было обязано научиться грамоте на родном или на русском языке. То есть еще идет разрушительная гражданская война, а коммунисты тем временем строят школы и учат население грамоте. Поэтому простой народ и был на стороне красных, ведь не будут обманывать те, кто сам вас просвещает и дает образование, которое раньше было доступно только богачам. Конечно, процесс ликбеза проходил непросто. Не хватало учебников, не было школ, но самой главной проблемой оказался недостаток грамотных людей. В связи с этим Ленин призвал молодых коммунистов помочь ликвидировать безграмотность. Ленин призвал молодых коммунистов помочь ликвидировать безграмотность. Ленин призвал молодых коммунистов помочь ликвидировать безграмотность. Продолжение следует... Сейчас нам трудно представить в нашей стране молодого или взрослого человека, не умеющего читать и писать. Однако, по данным на 2014 год, в мире все еще остается 16% неграмотного населения. Но вернемся в 20-е годы прошлого века. В то время, как дети и неграмотная часть взрослого населения проходили начальное образование, наука в Советском Казахстане тоже не стояла на месте. В 1920 году в Оренбурге было создано Общество изучения Казахстана, которое состояло из трех секций. Естественно, географической, этнографической и историей археологической. В 1924 году открывается Краевая станция по охране растений. Тогда же научно-исследовательские седут одобрения и агрономического почвоведения. Начали работу отделения Главного геологического комитета города Алмата и Института цветных металлов. В 1927 образована Казахстанская экспедиция Академии наук СССР по комплексному исследованию природных ресурсов во главе с Академиком Ферсманом. Она изучала недра, фауну, флору, историю, этнографию республики. Картографы и геодезисты исследовали почти 90% территории Казахстана. Благодаря этим ученым были выявлены и большие запасы полезных ископаемых. Так, например, геолог Михаил Русаков в 1928 году открыл Каунрадское медное месторождение при Балхашье. А республика вышла на первое место в мире по запасам хрома и ванадия. Поскольку высших учебных заведений в начале 20-х годов в Казахстане еще не было, казахская молодежь едет учиться в другие города Советского Союза. К примеру, известный химик, академик Абикен Бектуров, внесший большой вклад в технологию производства минеральных удобрений, закончил Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства в Омске. Уфтара Уэзов закончил филологическое отделение Ленинградского государственного университета. После чего семьей переезжает в Ташкент, где поступает в аспирантуру Среднеазиатского университета. Да, на территорию Узбекистана советские вузы появились чуть раньше. Оседлость, че поделать. Знаменитый историк Калькей Маргулан вообще одновременно учится сразу в трех вузах Ленинграда. Институте Востоковедения, Институте Материальной Культуры, Институте Искусства. В это же время начался научный путь будущего академика Каныша Садпаева. Он в 21-м году, после случайной встречи в Баянауле с известным геологом Михаилом Усовым, поступает по его совету в Томский технологический институт. После его окончания в 26-м он направляется на работу в Атбасарский трест цветных металлов, начальником геологического отдела. С 1904 по 1917 годы в этих местах работали англичане. Они оставили заключение, что меди здесь немного. Каныша Монтайович довольно скоро понял, что они толком изысканиями не занимались, отбирали руду сверху и все. Да, до революции всеми разведанными на тот момент недрами Казахстана владели иностранные компании. Знакомо, да? И только национализация, проведенная большевиками, вернула богатство страны и ее жителям. Руководство геолкома и эксперты, которые были знакомы с Жасказганским регионом, считали идею Садпаева обреченной на провал. Но наш соотечественник так просто не сдался и через несколько лет все-таки доказал свою правоту, открыв крупные залежи медной руды. Он приходит к выводу, что Казахстанский завод не осилит объем добытой Жасказганей руды, поэтому предлагает построить водохранилище и проложить ширококолейную железную дорогу. Однако не все идет гладко. Предложения Садпаева вызывают отрицательную реакцию среди руководства Треста. Вместо его плана развития Жасказгана они предлагают оставить объемы исследовательских работ на 30-й год прежними. Тогда Садпаев добивается рассмотрения своих предложений в Москве на заседание горно-металлургического сектора Высшего совета народного хозяйства. Но и ВСНХ признает аргументы Садпаева несерьезными. Не желая мириться с их выводами, Каныши Монтаевич весной 30-го года обосновывает свои предложения председателю Госплана Крыжановскому, после чего на разведку Жасказгана выделяются дополнительные деньги, вырывая техника и кадры. И это все во время коллективизации в стране. В следующие два года объемы исследовательских работ продолжают увеличиваться. Тем не менее, в начале 33-го вновь принимается решение о резком сокращении финансирования. Был оставлен лишь один процент от прошлогодней суммы. Аргументом была неразвитая инфраструктура. Из-за чего Садпаев обращается за помощью Кусову и его другу профессору Ванюкову. С их помощью удается выступить в Академии наук СССР и доказать правоту перед народным комиссаром тяжелой промышленности Серго Арджоникидзе. С тех пор денег не жалели. Уже к 40-му году в Жасказгане было построено Досмурзинское водохранилище и железнодорожная линия Жасказган-Караганда-Балхаш. А наш герой удостоен ордена Ленина. Всего за десятилетия советской власти на рубеже 20-х и 30-х годов в Казахстане появляется возможность и необходимость в открытии высших учебных заведений. С одной стороны за счет ликбеза появилась грамотная молодежь, способная получать высшее образование. С другой развивающимися народному хозяйству стали необходимы инженера, агрономы, врачи, учителя. К тому же после обучения в других регионах СССР появляются местные кадры, способные преподавать в вузах. Также в помощь им приезжают специалисты из других советских республик. В этих условиях в 1928-м создается первый вуз Казахстана, ныне Казынпу имени Абая. В течение нескольких следующих лет открываются Алматинский зооветеринарный институт, Казахский сельскохозяйственный институт, Казахский медицинский институт, Казахский горно-металлургический институт, Казахский государственный университет. Ширился и список научных организаций. В начале 30-х годов в Казахстане насчитывалось уже 10 научно-исследовательских институтов и опытных станций. В 1932 году в Алмате создается казахстанская база, которая в 1938-м становится казахским филиалом Академии наук СССР. Накануне войны в филиале работало около 100 научных сотрудников. Однако конец 30-х годов был омрачен репрессиями части казахской интеллигенции. Эти события националисты и всякие борцы с коммунизмом любят использовать в своей пропаганде. Да, перегибы и незаконные приговоры 37-38-х годов заслуживают осуждения. Но считать их направленными на уничтожение коммунистами казахов или других народов не объективно. Ведь под репрессии попало много самих коммунистов, особенно старых членов партии. Под расстрел попали большинство членов Ленинского ЦК, доживших до того времени. Это была своего рода игра престолов среди политической верхушки Советского Союза. Среди же казахов, попавших под расстрел, были не только деятели, связанные с партией Алаш, но и видные коммунисты. Например, основатель Союза писателей Казахстана Сакен Сифулин, комиссар просвещения Казахской ССР Урас Джандосов, первый председатель Союза писателей Казахстана Ильяс Джан Сугуров, первый ректор Алматинского медицинского университета, а также народный комиссар здравоохранения Туркестанской ССР и КССР Санжар Асвиндиаров. Все они были посмертно реабилитированы в 1957 году. А главное, даже такие потери не остановили развитие ни культуры, ни тем более науки в Казахстане. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на огромные трудности, в Казахстане происходит бурное развитие промышленности и науки. Это связано с необходимостью восполнить потери объемов производства из-за оккупации Европейской части Союза. В Казахстан эвакуируются многие промышленные предприятия, вузы и научно-исследовательские организации. Бытует мнение, что если бы не война, в Казахстане не проводили бы индустриализацию, а так и оставили аграрной страной. Люди, утверждающие это, просто не понимают, как устроена жизнь. Вы реально думаете, что можно просто взять какой-нибудь компьютерной стратегии, вырезать заводы из Европы и вставить в голые степи? Типа бац, кликнул на участок земли и тут вырос завод? К сожалению, жизнь так не работает. Были заранее созданы условия для переноса, проведены коммуникации, разработана инфраструктура, разведаны недра, построенное жилье для рабочих, шла подготовка кадров, были созданы средства снабжения и поставки товаров. Все это говорит, что Казахстан изначально готовили к индустриализации. Война лишь ускорила этот процесс. Среди эвакуированных были многие научные учреждения и такие выдающиеся ученые Советского Союза, как металлурги Бардин и Байков, горняки Скачинский и Шевяков, геолог Обручев, агроном-пляничников, языковед Мещанинов, историки Дружинин и Панкратова, астрономы Фесенков, Тихов, Воронцов, Вильяминов и другие. Они внесли большой вклад в развитие науки и подготовку местных научных кадров. Некоторые из них, как астрономы Василий Фесенков и Гавриил Тихов, остались работать в Казахстане и после войны. В годы же войны главный принцип страны был «все для фронта, все для победы». Поэтому исследования были направлены на решение военных задач. Одним из таких примеров является строительство Жезинского марганцевого рудника. Дело в том, что из-за потери месторождения на Донбассе и блокировки железной дороги из Грузии союз лишился более 90% добычи марганца, необходимого для производства военной техники. Канусь Садпаев еще с 1928 года исследовал марганцевый рудник Джезда. А уже к 1943 году этот рудник выдавал 71% марганцевых руд страны. Садпаеву в 1942 году за монографию «Рудные месторождения Джезказганского района» была присуждена Сталинская премия. За годы войны научный потенциал Казахстана настолько усиливается, что встает вопрос об организации филиала Академии наук СССР в Казахстане. Уже в 1944 году казахстанский филиал Академии наук объединил 6 институтов и 4 сектора, в которых трудились 576 ученых, в том числе 2 академика, 4 члена корреспондента Академии наук СССР, 27 докторов наук и профессоров. Численность научных кадров за годы войны увеличилось втрое. Появились новые научные исследовательские институты, горного дела, химии, педагогии, почвоведения и других. В августе 1944 года начались организационные работы по созданию самостоятельной Академии наук Казахстанской ССР под руководством председателя Совета Министров Казахстана СССР Ондасынова Нуртаса Дандибаевича. 1 июня 1946 года в Алма-Ате торжественно открылась Академия наук Казахстана СССР. В это время ей подчинялось 18 НИИ, 7 опытных станций, 3 ботанических сада. Общая численность сотрудников составила 1400 человек, в том числе более 50 докторов наук и около 200 кандидатов наук. Первым президентом Академии заслуженно был избран Садбаев, который сразу же инициировал открытие еще 11 новых НИИ. Казахстанская наука оставалась частью общей союзной науки, поэтому значительно финансировалась. В 1946 году бюджет Академии исчислялся более чем в 45 миллионов рублей. В любом классовом обществе всегда происходит борьба. При рыночной экономике это конкуренция за частную собственность и власть. Но так как в союзе частной собственности не было, то вся борьба была за власть, за теплые места в правительстве или в любом другом влиятельном учреждении. Одним из таких стала новенькая Академия наук Каза СССР. В сентябре 1949 года инструктор отдела пропаганды и агитации Каза СССР Гончарок обратился к Маленкову с письмом, в котором выдвинул обвинение в адрес Садбаева из-за наличия бывших баев, белогвардейцев, алашардинцев и их родственников в составе сотрудников Академии. К умостве Садбаева, поскольку в Академии насчитывалось 4 зятя, дети, племянники, одна улица и другие сородичи Садбаева. Да, тройболизм был и был наказуем, несмотря на твой статус и положение, суровый и справедливый советский закон был беспристрастен, чем и пользовались многие. Однако, Ханыши Монтаев еще держался в кресле президента Академии. В 1951 году ученые Джумалиев и Исмаилов, академики Ауэзов и Жубанов были обвинены в национализме. Ханыши Садбаеву было сказано о необходимости уволить данных людей, однако он отказался. Тогда же, в том же году, Садбаева обвинили в сокрытии социального происхождения, преступления в партию и опеке националистов. В результате его сняли с поста президента и члена президиума Академии наук, а на его место был избран Димухаммед Кунаев. Также, в 1951 году был арестован историк Ермухан Викмаханов по обвинению в буржуазном национализме за работу в Казахстан в 20-40-е годы 19-го века. Его приговорили в декабре 1952 года к 25 годам тюремного заключения, но уже в 1954 году оправдали и восстановили в прежней должности. Этот случай заслуживает отдельного внимания. Если вы хотите, чтобы мы его осветили, то пишите в комментариях. В отношении же Садбаева уже после снятия с поста президента Академии наук АССР недовольные лица продолжают писать жалобы в высшие инстанции, вследствие чего Институт геологических наук стали посещать различные комиссии и проверки. Но опять же, благодаря заступничеству от руководства Академии наук Советского Союза Садбаев остается директором института. Более того, президент Союзной Академии Несмьянов предлагает ему занять пост председателя Уральского отделения Академии наук Советского Союза. Однако, Каныши Монтайевич отказывается и остается в Алмате. В июне 1955 года Садбаева вновь избирают президентом Академии наук Казахской ССР. Кстати, через 20 лет, в 1974 году, президентом Академии наук избирают Аскара Кунаева, брата Димухаммеда Кунаева, после чего Кажется весьма странным, чтобы эти гонения были выгодны московскому руководству или лично Сталину, скорее произошедшее похоже на попытки использовать политические обвинения в борьбе за личные интересы внутри самого Казахстана. С начала 50-х годов в республике уже сформировался крупный промышленный комплекс, а сельское хозяйство перешло на индустриальный способ производства. Для дальнейшего развития народному хозяйству требовалось еще больше специалистов. В связи с этим продолжаются открываться новые вузы, уже не только в столице, но и в других крупных городах. Большим достижением казахских геологов в послевоенный период явилась разработка комплексного метода формационного металлогенического анализа и прогноза месторождений под руководством академика Сатпаева, за что коллектив авторов в 1958 году был награжден высшей наградой для ученых в Советском Союзе Ленинской премии. В 1953 году в биологии происходит эпохальное событие открытие пространственной структуры ДНК. Но казалось бы, при чем тут Казахстан? Действительно, заслуг казахстанских ученых в этом открытии не было, но советские ученые сразу же включились в разгадку новой тайной науки. Пионерами молекулярной биологии в Советском Союзе были Андрей Белоозерский и Александр Спирин. Именно под их начальное руководство в 1960 году попадает посланный на практику в МГУ студент Казыгу будущий академик Мурат Айтхожин. В ходе совместной работы Айтхожин и Спирин в 1964 году открывают информосомы. Это было открытием мирового значения, за которое ученые были награждены Ленинской премией. После окончания спиринтуры Мурат Айтхожин возвращается в Казахстан, где под его руководством в 1983-м создается Институт молекулярной биологии и биохимии. Знаковым событием в 1970 году для исторической науки явилась уникальная находка золотого человека в Иссихском кургане близ Алматы. Часть этого открытия принадлежала археологам Бекену Нурмухамбетову и Кемалью Акишеву. В последние два десятилетия советской власти учеными Казахстана были подготовлены такие фундаментальные труды, как пятитомные издания истории Казахской ССР, десятитомный толковый словарь казахского языка, металлогиния Казахстана, сборники по флоре и меликопитающим Казахстана в девяти томах и два тома Красной книги Каз СССР. К моменту распада СССР в Академию наук Казахстана входило 32 научных учреждения, объединенных в шесть отделений Наука Земле, химико-технологических наук, физико-математических наук, биологических наук, общественных наук и Центрально-казахстанское отделение. Общее число сотрудников только в академических институтах составило более десяти тысяч человек. Из них научных сотрудников около пяти тысяч. Сейчас я буду перечислять имена и вклад некоторых ученых Казахской ССР. Кому это неинтересно, можете перемотать дальше по тайм-коду ниже. Остальным же плюс пять кругозору и плюс сто к патриотическому контенту для ТикТока. Тожибаев, то легенд Тожибаевич, заложил основы психологической и педагогической науки в Казахстане. Вел преподавание казахского языка в детских садах. При этом он опирался на идеи одного из основателей советской психологии, Выгодского, известного педагога Ушинского, которые считали, что прежде чем начать изучение иностранного языка, ребенок должен в совершенстве овладеть родным. Горный инженер и доктор технических наук Умурхан Байконуров изменил правила приема в технический институт для казахской молодежи. Благодаря ему вступительные экзамены стали проводить на казахском языке. Жандеркин Абдулгазис Ибраевич за выведение казахского Архара Мириносца вместе с группой ученых удостоен государственной премии Казахской ССР. Бьяшев Гакашзакиевич, генетик и селекционер. Основные научные работы посвящены биологии сахарной свеклы при возделывании ее в условиях орошаемого земледелия. Разработал рекомендации по режиму орошения посевов сахарной свеклы в производственных условиях. Эти знания сейчас бы нам очень пригодились, глядя на весь этот сахарный ажиотаж. Бассейнов Тулев Кульчаманович и Мендикулов Малгабар Мендикулович одни из первых архитекторов разработчиков генплана Алматы. Комплекс Алматинского аэропорта, здания Казахского театра оперы и балета, кинотеатра Алатау, Дворца Бракосочетаний, кафе Харлыгаш и Айнабулахт. Помимо зданий создавали памятники Бюсты Жамбылу, Ауэзову, Иманову и Мемориал Славы. А также спроектировали городской общественный центр в Актюбинске, Синепалатинский мясокомбинат, Петропавловский хромовый завод, объекты Турбсиба, административный корпус винного завода, Карагандинский дворец культуры и дворец спорта, а за пределами республики железнодорожные станции Кантры Бачиев Кыргызской республики и здание павильона Казахской ССР на ВДНХ в Москве. Кстати, его отреставрировали и он все еще функционирует. Абдулин Мухаммед Абдулаевич, первый открыватель Самарского медно-золотого месторождения в 1957 году. Исследовал месторожения золота, меди и туралина в Центральном Казахстане. Разглавлял муглжарскую комплексную экспедицию. Открыл месторождения нефти Кумколя, Арускуля, Нур-Алло. По разработкам и точным данным Абдулиным была составлена тектоническая карта республики. Герой соцтруда и третий ученый-горняк Сагинов Абылкас Сагинович под его руководством и непосредством участия впервые в Карагандийском угольном бассейне проведены комплексные практические работы и производственные испытания по карнизному и трехслойному вскрытию. Жалтыков Орунбек Ахмедбекович написал первый учебник по математическому анализу на казахском языке изданный в 58-м году и ставший важным событием в жизни высшей школы Казахстана. Его опыт создания учебника на казахском языке способствовал появлению аналогичных на национальных языках в ряде других союзных республик. Асан Дабсович Тайманов представлял Советский Союз и Казахстан на международных конгрессах по математике в Ницце, по логике, методологии и философии науки в Ганновере. Участвовал в ряде международных конференциях по теории моделей. По математической логике Сызганов Александр Николаевич разрабатывал проблемы здравоохранения в области зобной эпидемии, онкологии, переливания крови, туберкулеза, лимфатической системы, травматизма и хирургических методов лечения сердца, сосудов и легких. Им создана научная школа хирургов-клиницистов в Казахстане, разработана методика операции на сердце. Один из организаторов республиканского онкодиспансера в годы войны организовал республиканскую станцию переливания крови, где был впервые получен казахстанский заменитель крови КЗК. Организовал онкологический сектор с лабораторией экспериментальной онкологии. Он много работал над одной из актуальнейших проблем современной хирургии, проблемой гнойной инфекции. Им был разработан оригинальный метод лечения гнойных заболеваний с алициловой кислотой. Ишанбай Каракулович, один из организаторов здравоохранения в Казахстане, выдающийся исследователь в области эпидемиологии, микробиологии, особо опасных инфекций и иммунологии, начальник управления санитарно-охранной государственных границ всего Советского Союза, один из научных и политических руководителей научно-исследовательского института вооруженных сил Советского Союза, эксперт Всемирной организации здравоохранения при ООН и высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР. Руководитель спецкомиссии Минздрава и Минобороны Советского Союза по проблеме профилактики возможного применения империалистическими державами биологического оружия массового поражения и уничтожения людей. С такими людьми и пандемии не страшны. Кстати, у нас есть ролик на тему эпидемии в социалистическом обществе будущего. Аспандияров Белял впервые осуществил на базе выявленного им огромного массива архивных документов и литературных материалов комплексное изучение истории возникновения, становления и ликвидации Букеевской Орды, а также впервые перевел на казахский язык учебник логика. Патриарх энергетики Казахстана Шафик Чокин один из создателей Копчегайской плотины и Копчегайской гидроэлектростанции, автор и инициатор 20 электростанций в Казахстане. Учитывая, что большая часть из них сейчас изношены и нашу страну ждет энергетический кризис, то становится особенно обидно. Также Чокин один из президентов Академии наук Казахстана Благодаря ему построили второй по величине в мире канал Иртыш-Караганда. Коммунисты реки поворачивались, чтобы напоить людей. А сейчас озера засыпают из-за жадности бизнесменов. Ну и напоследок, история о том, как Хрущев хотел отдать часть территории Казахстана туркменам или азербайджану. Но мало кто знает, что именно ученый и на тот момент самый молодой министр в Советском Союзе, Шахмардан Исенович Исенов, не допустил этого. Он аргументированно обосновал необходимость оставить Мангышландский регион в составе Казахской ССР, доказав, что у Казахстана хватит научного и производственного потенциала развивать и осваивать этот регион. Первый зампредседателя Совета Министров Советского Союза Алексей Косыгин поддержал его, как и большинство убежденных презентаций Исенова. Это решение было не просто историческим, сохранив для Казахстана важнейшую его часть. Это было наглядным примером советской демократии, когда было отклонено решение из центра, а также очередное доказательство самостоятельности Компартии Казахстана. Кстати, еще одним коммунистом Казахстана, который отстоял целостность нашей территории, был Джумабек Ташенов. Когда тебя спросят, что здесь было, скажи им, Север помнит. На этом, пожалуй, закончим обзор советского периода казахстанской науки. Конечно, мы вспомнили далеко не всех ученых, внесших немалый вклад и далеко не все достижения открытия, но даже из приведенного нами уже должно быть видно, как угнеталась наука советской властью в Казахстане. После обретения независимости последовали годы неуклонного и резкого спада всех параметров, составляющих научную деятельность. Снижение, а порой и полное отсутствие финансирования научных исследований, невостребованность, как их результатов, так и труда научных сотрудников в целом. Закрывались многие научные институты, а те, что оставались на плаву уровень материально-технической базы и условий для проведения исследований, был довольно низким. Довольно наглядно это видно по жизненному пути последнего президента Академии наук Каз СССР и первого президента Академии наук Независимого Казахстана Султангазина Мирзака Махмутовича. Он за большой вклад в использование достижений космической науки в интересах народного хозяйства и активное участие в подготовке осуществления полета космического корабля Союз ТМ-13 был награжден Орденом Ленина. Так вот, полевым решением правительства фундаментальная наука была оторвана от прикладной. Научные институты были выведены из академии и переданы министерствам и ведомствам. Академик Султангазин выступил против подобных реформ. Он заявил, «Академическая наука должна сохранить свою самостоятельность. Жесткая регламентация сверху противоречит творческому характеру научного труда, ограничивает поиск и выбор приоритетных направлений». То есть, в тоталитарном совке был творческий характер научного труда, а при свободном рыночке регламентация сверху. Манкурт, походу. Но, к сожалению, к мнению авторитетных и уважаемых ученых, подписавшихся под такими словами, не прислушались. Президиум Академии наук полным составом подал в отставку. Все это привело к общему снижению результативности науки и, главное, сильной текучке кадров. Так, с 91 по 2000 годы количество научных сотрудников республики закратилось почти вдвое. Такой результат явился вполне закономерным следствием перехода к рыночной экономике и разрушению экономических связей между предприятиями бывшего Советского Союза. Когда нет развитой промышленности, не нужны и научные работники. Нынешняя власть пытается изменить ситуацию различными реформами, построить науку под условия капитализма. Была даже введена форма софинансирования научных исследований государством и частными предприятиями. Только вот где эти предприятия? Распределение же тех скудных средств, выделяемых государством на науку, периодически сопровождаются скандалами. О нарушениях и коррупционных рисках собственно сообщили специалисты из агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции. Они назвали финансирование некоторых проектов сомнительными, а состав научных центров нелегитимными. Финансирование получали проекты с низким баллом экспертизы. Частные люди, которые не имеют аккредитации, как научные организации, получили огромные суммы. Единый портал для производственной практики студентов 300 миллионов тенге. Это частная организация, система ведения автоматизации продаж, частный человек 300 миллионов тенге. Поиск бронированных залов для проведения различных конференций 300 миллионов тенге. К науке отношения не имею. На мой обывательский взгляд все это похоже на устойчивую коррупционную схему в распределении грантов на науку. Это не только наносит ущерб нашему общественному благосостоянию, но и прямо подрывает национальную безопасность. Кстати, национальные научные советы обвиняли в макинациях еще в прошлом году. Молодые ученые даже записали открытое видеообращение Назарбаеву. Мы подали проект на грантовое финансирование и получили высокую оценку 32-33 балла. Однако ННС, не предоставляя никаких разъяснений, решила отклонить наш проект. Заседание Комитета по этике Национальной Академии наук Казахстана, в 2018 году собранном по случаю необъективного распределения бюджета членами Национального научного совета в свою пользу. Лишенный средств на исследование молодые ученые прямо спрашивают, а что делать? На что президент Академии Журинов отвечает, что они могут уезжать, их никто не держит. Вот такая вот свобода при капитализме. А на их место придет новая молодежь. Сейчас меня может решить. И куда тебя дальше? Соруды. Соруды. Вы меня пугаете что ли, что вы едете? Да вы езжайте. Ты еще раз. Мы едем другие. Более талантливые чем мы. Не надо вот такие вещи говорить. Пусть выезжает. И да уехало 6 человек. Пусть 100 человек да может новая молодежь и придет в науку. Только не прогонят ли ее так же? Из-за стипендий магистратуры и докторантуры многие стараются в них поступить. Однако какой стимул заниматься наукой после окончания учебы? Средняя зарплата научных сотрудников по разным данным в 20-21 годах составляла всего от 108 до 150 тысяч тенге в два раза меньше мифической средней зарплаты по стране. Если в СССР помимо полного соц обеспечения быть ученым было почетно о научных открытиях писали газеты рассказывали по радио и телевидению то сейчас кумирами капиталистического общества являются бизнесмены которые бабили от гегеля отличить не могут. По количеству научных статей в международных журналах Казахстан в 2018 году занял 61 место при этом по затратам на науку в 2017 году Казахстан занял 80 место в мире всего с 0,12% от развера ВВП это на уровне Перу и Монголии в то время как Германия Япония и Швеция эти расходы составляют более 3% а в Израиле и Южной Корее более 4% Нынешняя эпидемия коронавируса заставила власти вспомнить об ученых и то что коллектив научно-исследовательского института проблем биологической безопасности смог разработать и организовать производство отечественной вакцины против коронавируса показало что у нас наука еще жива и есть кадры стремящиеся приносить пользу своими исследованиями Казахстану и всему человечеству сейчас власти обещают довести затраты на науку до 1% от ВВП к 2025 году только вот смогут ли они это сделать в условиях очередного экономического кризиса вызванного противоречиями капитализма ойлан шолдас кризиса кризиса кризиса